Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Как видите, мы уже дома. Вторая часть отпускного влога выйдет на днях. Я еще обязательно все красиво смонтирую, там будут такие восхитительные виды. Спасибо за те добрые слова, которые вы написали под предыдущим первым влогом из Хорватии. Мне очень приятно, правда. Сегодня мы с вами отправляемся в торговый центр, потому что распродажи на пике. И я хотела бы что-то найти для себя и также поделиться с вами своими находками, посмотреть, что же там такого интересненького есть. Я заказывала вот это платье перед отпуском, но оно не приехало. Оно из Zara, и я люблю такие модели именно на пляж. Но иногда, когда супер жарко, то я надеваю и в город. Вот оно такое не длинное, короткое. Я в курсе, что не всем нравятся такие модели, но миди, иногда жарко в миди. Скажу вам честно, хочется, чтобы тело тоже дышало, чтобы ноги загорели. И по фигуре я очень редко что-то ношу. И чаще всего я или дома в таком, или еду на пляж, или где-то здесь по месту. Когда иду в город, то переодеваюсь. Но платье такое женственное. Сейчас супер актуальны все эти фонарики. Все такое в стиле романтик. Также такой квадратный вырез сейчас в тренде. Но когда я покупаю такие платья, то я знаю, что я буду носить их очень-очень долго. При этом это хлопок. В нем действительно не жарко. И также есть подкладка из натуральной ткани. То есть ничего не будет парить. Так что я довольна. И сейчас мне как-то нравится такой желтый, солнечный, позитивный цвет. Еще я заказывала сумку. По-моему, она не с распродажи. Также из Зары. У меня есть большая соломинная. Ей несколько лет. Но мне хотелось чего-то более компактного. Потому что я в повседневной жизни не так много всего ношу. И хотела тоже в отпуске вечером брать ее с собой. Удобный размер. Лично для меня этого вполне достаточно. И также это натуральный материал. Типа как какая-то солома. Но внутри, понятное дело, есть подкладка. Карманов никаких нет. И также мне нравится то, что у нее одна не слишком длинная ручка. То есть вот так повесила на плечо. И она тебя сопровождает в течение дня. Ты тоже контролируешь, никто ли тебе туда не залез. Так что вот этой сумочкой я довольна. Сняла этикетку и уже вчера с ней ходила. Прикольная. Она также недорогая. Также мои соседи любезно приняли посылку от Даниэль Веллингтон. Я являюсь их амбассадором уже несколько лет. И ношу только эти часы, потому что они мне нравятся. Поэтому с удовольствием познакомлю вас с их новинкой. Очень нравятся их стильные упаковки. Черная матовая коробочка с золотистой надписью. Каждый раз доставляет отдельное удовольствие открывать это все очень-очень стильно. И сами часики. Я знала, как они будут выглядеть, потому что я могла выбрать циферблат по размеру. Это модель Iconic. У меня, если помните, есть в цвете розового золота с черным циферблатом. Тоже в диаметре 28 мм. Но есть и побольше 32 мм. А эти получаются максимально универсальными за счет того, что здесь сочетание двух цветов металла. Причем вот это розовое золото, оно глянцевое, а чуть-чуть хромированное белое золото. Очень эффектно выглядит. И циферблат белый матовый. Сейчас сразу и надену. Потому что они, знаете, классические и вне времени. Можно, кстати, носить с повседневными образами или с чем-то более нарядным. И у меня не было еще такой модели, чтобы вместо цифр были камушки сваровские. И мне кажется, что такую модель спокойно можно надеть куда-то на день рождения, на какой-то праздник. Я обычно убираю два звена для того, чтобы они сидели даже не слишком плотно. Я люблю, когда часы немножко двигаются как бы на кисть и они сидят плотно. Так что обязательно это сделаю в ближайшее время. Потому что они очень-очень красивые, очень элегантные и такие спокойные, лаконичные. Я люблю эти часики. Вы можете их приобрести на официальной страничке danielvelington.com. Все нужную информацию я оставлю в инфобоксе. И также укажу вам название этой модели. Кому интересно, обязательно заглядывайте. А что касается неудачного аксессуара, это как бы полный ахтунг. Это тоже Zara. И шляпу я верну. Мне хотелось что-то не ковбойское, но не слишком элегантное. Вот как-то так. И я думала, что буду носить вот эту шляпку с сумочкой, которую я показывала в самом начале. Написано, что хендмейд. То ли что-то не так с транспортировкой, то ли в принципе с ней все плохо. Но я не представляю, как я выровняю эту шляпу. Честно говоря, я не помню, она была со скидкой или без. Но это уже не столь важно, потому что мне не хочется заморачиваться. Вот как-то сейчас можно найти столько классных вещей, которые просто берешь и начинаешь носить. А не стоять, отпаривать это все и плясать с бубном. Что-то как-то не хочется. Так что шляпку я верну, какая бы она, возможно, прикольная ни была. Нет. Все, я сейчас переоденусь, потому что в платье, наверное, мне будет не особо удобно. В торговом центре что-то примерять иногда только вверх или только низ. И также мне нужно купить детские кроксы, потому что мы потеряли кроксы Игната где-то в отпуске. Наверное, когда куда-то переезжали, короче, они не нашлись. Все, переодеваюсь и поехали. Покажу вам мой наряд на шоппинг. Это жакет, кстати, он тоже может быть сейчас на распродаже. Он из Zara. Кроп-топ, потому что это удобно, когда я примеряю что-то и декольте слишком открытое. И вообще я обожаю это. Бандо из Stradivarius. Джинсики у меня из Zara. Они также сейчас есть на распродаже. Одна из самых удобных моделей. Мне нравится, что они свободные. И эти штаны у меня есть в нескольких цветах. Новые часики сюда идеально подходят. И как-то так складывается, что сегодня на мне обувь также из Zara. В Reserved огромное количество товара. И практически все со скидками. Я ныряю, постараюсь найти что-то прикольное. У нас закрыты многие магазины Reserved. И я долго сюда не заходила. Только онлайн все рассматривала. У них очень красивая коллекция. Множество разнообразных платьев. И также материалы меня очень порадовали. И скидки сейчас у нее до 50-60%. Начинаем примерку. Это платье обалденно красивое. Я положила на него глаз, как только увидела новую коллекцию. И не зря. Это тоже хлопок. Все платья, кстати, я брала в 34-м размере. Поэтому не стану акцентировать на это внимание при примерке каждого из них. Сюда можно надеть топ-бандо, который был на мне. Или же что-то с пушапом, чтобы это красивее, более аппетитно выглядело. Платье настолько универсальное. Оно чем-то похоже на сарафан из H&M, который многим из вас понравился. Но теперь смотрите. Можно надеть вот такие шлепанцы. Вот эти, которые я сейчас буду мерить из Reserved. Или же более элегантные босоножки. И это платье, несмотря на такие рюши, какой-то такой свободный крой. Оно все равно как-то так подчеркивает хрупкость, изящность. И я даже не хочу надевать никакие серьги. Возможно, какие-то крупные очки или очки кошечки. И вот эти часы просто оставила бы на запястье. И даже с плоским ходом. Или с чем-то таким полуспортивным. Аккуратные белые кроссовки, например. Или бежевые. Или такие грубые сандалии. Я прям обязательно возьму это платье. Потому что оно настолько выигрышно село, что я потом буду жалеть. Очень здорово. И даже если у вас такой небольшой животик, то все скроется. Класс. И есть еще и подкладка. Сейчас скажу, сколько она стоит. Вот это платье. Начальная цена. И сейчас скидка больше, чем 50%. В тот момент, когда я нашла что-то обалденно классное. И, к сожалению, нет ни в одном цвете. В моем размере. Это вот такие брючки. Я сейчас посмотрю. Это, по-моему, лен. И вот эта завязочка делает их супер стильными. Модель свободная. Они есть сразу в трех цветах. И эта куртка не идет в комплекте к ним. Я просто взяла. И она у меня в размере М. Честно, на вешалке она выглядела красивее, чем сидит. Я не представляю себе, какой она была бы в размере С или ХС. Совсем какой-то подстреленный. Но не суть. В общем, брючки ищите в резерв, если вам такие нравятся. Потому что они прям обалденные. Я вам точно говорю. У меня 36 размер. Я их очень сильно здесь тянула. И также так хорошо подвернула. И мне кажется, что мне нужно чуточку уже. Вот тогда было бы гораздо лучше. Стоит совсем ничего. 12 евро. И также вот эта вот расцветка супер классная. Посмотрите, как это здорово выглядит. С натуральным таким бежевым цветом. Рыжий тоже хорошо с ними сочетается. Прям очень-очень крутые. Я вам точно говорю. Вот состав этих брючек. И между прочим, это премиальная коллекция Resort. У них там такие удачные модели часто попадаются. Нашла светлые эспадрильи. В такую мелкую полосочку. Они как тапки. Настолько удобные. Но вы мне писали, что они будут быстро пачкаться. Сама тоже могла бы додуматься. Но нравятся они мне. У меня никогда не было такой обуви. Вечно нам не по пути. И, наверное, возьму себе 38-й тоже. С этими же завязками есть платья бежевые и хаки. Хаки, между прочим, в жизни красивее, чем вы сейчас видите на экране. Шляпы и брюзеры зачастую удачные. Но нужно смотреть синтетика или натуральный материал. Они так красиво раскладываются. Поля не нужно выравнивать. Что-то там мудрить с ними. Вот эти все очень красивые. Но, к сожалению, эта синтетика стоит копейки. Ну, разве что для фоток. Я, правда, с гулькой, поэтому она сидит выше, чем нужно. Но, чтобы вы могли глянуть, как выглядят поля. Мне нравится это. И да, я хотела себе похожую шляпку. Она гораздо лучше, чем та из Зары. Так что гляну на цену и будем думать. О, вау. Дешевле больше, чем в два раза. Много легких катоновых вещей. Брюки, комбинезоны, сарафаны. И также кюлоты видела. Удобный комбез из супер-супер тонкого катона. Я сейчас специально его не подворачивала, чтобы вы могли посмотреть, насколько он длинный. Мне пришлось бы его обрезать, если бы я его брала. Но если вы высокая девушка, то для вас это, несомненно, плюс. Лично мне хочется заменить на что-то другое вот этот пояс. Чтобы образ смотрелся более собранным, более каким-то таким стильным, что ли. Но я даже дома люблю носить такие вещи, учитывая то, что он совершенно недорогой. Я думаю, что стоит присмотреться, потому что это действительно многофункциональная вещь. Которую можно надеть на многие случаи жизни. Но, конечно, если вас не смущает то, что нужно будет полностью раздеться, если вдруг что. Вы понимаете, о чем я. Но меня это не смущает. Я люблю комбинезоны, так как особо на каждый день некуда выряжаться. Отвезти детей, поехать за продуктами. Очень удобный вариант. У нас лето не афти в этом году. Вот сегодня, например, только 18 градусов. Поэтому как раз и не замерзнешь, и не сильно жарко. Я недавно купила себе джинсовый комбинезон. Пусть из ткани поплотнее. Поэтому я вынуждена отказаться ограничивать себя в чем-то. Между прочим, если вы наведете экраном телефона айфона, так точно, на вот эти фотографии, которые я вставляю, вы автоматически перейдете на интернет-страницу Reserved. И в Заре это тоже работает. На заметочку. Супер легкий сарафан. Сарафан выходного дня, когда идешь куда-то на пляж, когда едешь в отпуск, на дачу. И нужно что-то, что не будет занимать много места. При этом из приятной ткани. Опять же, хлопок. Прям вообще супер. Но я не смогла отрегулировать здесь шлейки, потому что они завязаны намертво. Так что есть как есть. И лично мне не очень нравится, как это сидит в талии. Здесь вставлена резинка, даже две. И образуется как бы валик. Сначала я не обратила на это внимание, но если уж совсем по-честному говорю, да, то вот этот момент меня немножечко смущает. К сарафану я надела очень удобные шлепанцы, которые я также хотела купить. Они и так недорогие, они очень мягкие, приятные. У меня 38 размер и цвет клевый, такой типа как camel, теплый беж. И они еще есть в каком-то, по-моему, в черном. Что-то такое. Если я найду на эти вещи ссылки, я обязательно поделюсь с вами внизу. И расцветка очень универсальная, будет подходить ко многому. Сумка, слушайте, я уверена, что многим она не понравится и многих она смутит. Моя бабушка сможет сделать такую же, скажете вы. Это типа как хендмейд из разных веревочек, чего-то типа такого. Я хотела бы взять просто соломенную сумку, она у меня есть, но сейчас в резерв не нашла. Поэтому что-то более пляжное, вот такое добавила. И очень даже прикольное. Я думаю, что найдутся те, кому она реально понравится. Шлепанцы мягенькие. Для меня это пунктик. Если где-то что-то жмет, не могу покупать, потому что мои косточки меня просто доведут до безумия. Хорошая скидка, практически полцены. Поэтому они едут со мной домой. Сумка это, конечно, хит. Вы должны мне ее упростить. Хотелось добавить чего-то типа пляжно-летнего. Других вариантов нет. Поэтому пусть она вас повеселит здесь, постоит. Ну, в общем, вы понимаете суть, да? Такие простые платьицы мне нравятся с какими-то натуральными аксессуарами. И также с вот этими шлепанцами, с какими-то легкими босоножками. Тоже очень красиво будет выглядеть это платье. Я бы с удовольствием носила сама. Я вот думаю, брать его или нет. Потому что это фасон вне времени. Это также натуральная ткань. Причем вот эта легкая помятость ей также идет. На пляж, в город, куда угодно. Здесь, в этом шоппинг-влоге, я думаю, что у меня получится найти вариант на все случаи жизни. Значит, смотрите, спереди все закрыто. Все скромненько. Длина такая тоже все прикрыта. Иногда хочется супер короткого. Иногда чего-то прям порядочного. Я не нашла никого, кто мог бы мне завязать мою рубаху сзади. В общем, в чем суть? Смотрите, здесь есть замок, а дальше просто завязки. Такие платьицы я ношу без белья вовсе. Но можно надеяться что-то бежевое. Даже как-то не особо бросается в глаза. Сейчас очень загорелое. Так что нет у меня такого цвета нижнего белья, которое бы сливалось с цветом кожи. Платье очень приятное, правда. Вот стою и думаю, брать его или не брать. Это платье сильно на любителя. Но я бы с ним поиграла. Я бы попыталась как-то чуть-чуть его, знаете, вытянуть. Потому что фасон и крой интересная ткань. Классная. То, что меня в нем смущает, это вот эта золотистая фурнитура, которая слегка его дешевит. Можно поменять, но если добавить какие-то нарядные серьги, то очень даже с босоножками, если нужно на какое-то торжество, то можно добавить даже что-то типа золотистое, серебристое, что вам там нравится. Вот будете в резерт, померяйте. С каким-то высоким пучком. Или же, если у вас длинные волосы, то завязать высокий тугой хвост. Это та прическа, которой мне не хватает, по которой я скучаю с короткими волосами. Мне очень-очень нравится, как сделано это все сверху. И можно пояс по-другому завязать. В общем, интересное-интересное платье. Босоножки оказались неудобными. Они очень жмут, и они также сатиновые. Вероятность того, что они будут натирать, также велика. Но каблук здесь устойчивый. К сожалению, не нашла с чем померять. Взяла юбку, которая как-то супер странно сидит уже. Не стану ее примерять второй раз. Тем более, она прям как палатка. Вот такого цвета. Красивый цвет, но это все, что я могу о ней сказать. Даже фасонку это сам по себе супер неудачный. Поэтому надела со своими брюками. Вообще, я бы искала что-то более классическое. Какие-то классические брюки со стрелкой. Или спокойную юбку. В любой расцветке. Я же надела так, чтобы просто вам показать. Не в труселяже стоять, правильно? Рубашка очень красивая. Точнее, это даже блузка нарядная. На какое-то торжество, на вечер. Если вы просто любите носить такие вещи, то однозначно, да, это хлопок с вышивкой. С такой красивой перфорацией. Очень интересная модель. Делюсь с вами еще такой находкой. Помню, я примеряла это платье в 34 размере. Оно идеально сидело. И я планировала выловить его на распродаже. К сожалению, нет моего размера. Закрытая модель. Полностью натуральная ткань. Конечно, это все разглаживается. Я надеюсь, вы это понимаете. И здесь не принт, а именно вышивка поверх ткани. И низ также полностью с подкладкой. Очень хороший вариант, даже куда-то на работу. По себе платье очень красивое. Сочное, яркое, летнее. Элегантное, женственное. Но у меня она не совсем идет. В груди слишком свободно. Вот такая длина у платья. Босоножки также отсюда. Но мне нужен больше размера. И они мне жмут. Я люблю платьица или покороче, или совсем миди. Но тут уже смотрите сами, что предпочитаете вы. Я должна признаться, что это платье село лучше, чем я ожидала. Потому что довольно рисковая и модель, и также расцветка, сама ткань. Но очень даже неплохо. Причем видите, что ничего здесь слишком не раскладывается, не расширяется. То есть не будет видно белье при ходьбе. В области животика здесь в несколько раз сложена ткань. При том, что она такая плотненькая. Поэтому может немного полнить вот здесь. Но в целом, в целом, мне кажется, что неплохой вариант для какого-то семейного торжества, для семейного праздника, на работу. И чтобы такое платье смотрелось более современно, я бы надела какие-то лодочки нестандартного цвета. Например, ярко-синего, или фуксио, или на худой конец красного. Только вот такого, как мои ногти. Что-то вот хочется добавить какого-то перца. Ну и вот здесь тоже в груди могло бы у меня быть побольше. Но больше нет. Поэтому есть как есть. Платьица очень симпатичная. На осень с ботиночками. Почему нет? Так что, если вы любите такое, то знаете где искать. Более закрытые или открытые спадрильи в разных расцветках. И размеры уже размели. Не 37-го, не 38-го, нет. Поэтому не скажу, как с размерной сеткой, к сожалению. Понравилась мне здесь распродажа. Если покопаться, можно найти что-то очень достойное. Ну, а мы идем дальше. Посмотрим, что в этот раз в Заре на распродаже. Специально что-то привезли. Или же будут продавать со скидками то, что было. Слушайте, как это понимать? Такое впечатление, что они просто вывезли весь товар. И поставили что-то непонятное. Симпатичные макосины. Вы мне писали, что они хорошо носятся. А вот в Massimo Dutti все как обычно. Такое впечатление, что здесь вот распродажи как положено. Мне очень нравится такой ремень. Немножечко в ретро стиле. И, кстати, не нужно дополнительно прокалывать дырочки. Просто подгоняете под бедра или под талию, как вам больше нравится. Вот эти макосины, удобные как тапочки. Они сейчас тоже со скидкой. Я бы хотела в светло-бежевом цвете. У меня есть один жакет из Massimo. Тоже покупала на скидках. И ему просто нет сноса. Вот этот очень красивый. Только посмотрите, какая красивенная сатиновая юбка. В таком приглушенном шоколадном цвете. И здесь вот в длине миди. Выбирай расцветку, фасон. Какой тебе нравится? Плессированные. Больше по фигуре. Прям довольно много. Нет, ну и только посмотрите на эту юбку. Она какая-то идеальная. Красивый, такой насыщенный шоколадный цвет. Даже шоколад с хаки, я бы сказала. С черным, с бежевым. Жалко, что нет моего размера. Потому что она велика. Я попробую найти 34 или XS. Короче, это S. Насколько я помню. И вот здесь еще такой запах. Очень-очень выигрышно так подчеркивает фигуру. Свет, пожалуйста, в студию. Алло, здесь так темно в примерочных, что аж страшно становится. Мне нравится такая юбка. Страдивариусе я особо ничего не нашла. Сейчас померю вот эту юбку. Она должна быть классной. Мне очень нравится зеленый цвет. Именно такого плана. Почему здесь такое странное освещение? Блин, не передается. Но это, в общем, цвет такой настоящей, зеленой, сочной, весенней травы. Вот так. И также мне нужна была поясная сумка какая-то, чтобы ходить на прогулку с собакой. Увидела вот эту. Она очень прикольная. Возьму ее, потому что без чего-то такого мне крайне неудобно. И также я видела к этому жакету что-то очень-очень странное. И я решила взять не эту вещь, там что-то такое, то ли юбка какая-то типа плессированная. У нее странная форма. В общем, взяла такие кюлоты трикотажные. Давайте померяем и на этом будем заканчивать. Сейчас более-менее видно цвет. Мне очень нравится комплект. По отдельности можно носить только жакет. Кюлоты довольно дурацкие. Сейчас расскажу почему. Но вот так вот мне нравится. Конечно, есть люди, которые просто на дух не переносят кюлоты. Я вас тоже могу понять, но мне вот иногда это заходит. Скажу вам честно, этот жакет я присматривала еще тогда, когда он появился в весенней коллекции. И я думаю, что... Я думаю, что я подумаю. Просто я давно болею этим цветом. Между прочим, когда мы с Томиком собирались только расписываться, а не устраивать свадьбу или какое-то торжество, я даже купила себе коктейльное платье такого цвета. Но потом мы немножечко переиграли наш план и решили свадебное платье. И все эти дела я вам уже рассказывала. Короче, мне, честно говоря, в кайф такое. И с такой обувью, даже с моим топом, я же вам говорила, что это очень крутая штука, ко многому можно надевать. Вот так я бы ходила. Еще большие очки Селин надела бы. И вообще крутец. Так как кюлоты из тонкого трикотажа, они подчеркивают каждый изъян. И если есть хоть небольшой, маленький животик, то это все капец. Также они идут со вшитым поясом, но я не стала его завязывать. Просто сзади там его спрятала. Вообще, если возьму, то обрежу. Посмотрю на цену. Потому что вот так вот прям очень сочно по летне-весеннему выглядит, конечно. Но жалко, что кюлоты сами по себе такие... Вообще никуда. Ни туда и ни сюда. Видали, какой у меня удачный набор? Любой низ надеваешь. Даже платье под жакет можно. И все, и пошла. Поэтому я часто беру эти вещи на шопинг-блог. Так как если я не нахожу вверх, то без проблем набрасываю свой. Точнее, я оставляю его. Вот, и все хорошо. В общем, смотрите, юбка... Ну, как вам сказать? У меня есть более удачная. Почему? Потому что она прямая полностью. Мне нравится, когда она немножечко зауженная. Но нужно мерить. На разных фигурах она будет сидеть по-разному. У меня это 34 размер. И вы знаете, в талии так... Ну, с одной стороны, как бы есть еще... Можно палец вставить, да? Ну, вот плотно она прям сидит по талии. Поэтому... Поэтому учитывайте. Вот такую особенность этой модели. Она на завышенной посадке. Длина у нее хорошая. Правда, если вы девушка повыше, то, конечно, может быть немножко проблематично. Ну, а так, это действительно базовая модель. Если вы найдете свою, то будете носить ее не снимая. У меня такая есть. Просто решила для вас вернуть. Как видите, я уже дома. Я буду завершать свой шоппинг-блог. Если вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх. Мне очень приятна ваша обратная связь. Если вам что-то приглянулось, я буду только рада. Если нет, ну, так тоже бывает. Но главной целью таких видео не является то, чтобы там заставить вас купить что-то. Нет, наоборот. Это просто как с виртуальной подружкой пойти по магазинам, что-то попримерять, что-то пообсуждать. И главное, просто знаете, чтобы у нас с вами осталось приятное послевкусие. А часто бывает так, что идешь в магазин и ничего не находишь. И в шоппинг-блогах такое тоже случается. Если к вам тоже доехала вот эта премиальная коллекция Reserved, то здорово, потому что там используются лучше тканей. И такое впечатление, что у них лучше лекала, потому что эти вещи лучше садятся. Вот. И сейчас у них действительно такие значительные скидки. То есть выгодно купить что-то такое нормальное. Не все вещи мне понравились. И также очень бедненько, очень скромно в Заре. Такое впечатление, что они вообще решили не устраивать распродажу в этом сезоне. Хотя работники Зары, ну, я спросила у них, они сказали, что последний раз они получали товар в конце марта. То есть им просто нечего распродавать. И то же самое сказали мне в Заре Хоум. Как на самом деле, все там, скорее всего, мы с вами не узнаем. Но мне реально было бы интересно почитать какие-то статьи на эту тему, как такие глобальные монстры фэшн-индустрии справляются с этой ситуацией. И, возможно, они будут менять свою политику. Если у вас есть какие-то источники, я с удовольствием ознакомлюсь. В Бершке, в Пулэнд Берре я совершенно ничего не нашла, поэтому даже не снимала. В Страдивариусе тоже как-то скудненько. Так что в этом сезоне радуют H&M и Reserved. Как ни странно, хотя это далеко не мои самые любимые магазины, несколько лет подряд я туда заходила и вообще ничего не находила. Сейчас каждый раз, как не зайдешь, так что-то классное и за доступную цену. Потому что Zara все-таки довольно сильно и довольно часто завышает цены. Вот. Вы меня извините, что я такая немножечко расстроенная в конце, потому что я очень быстро ехала домой, забрала детей. Они попросили меня взять велосипед и покататься. Игнат так упал. Мы вчера только поснимали швы с бороды, а теперь у нас на голове, ну у него на голове такая большая шишка, но он какой-то вялый. Я вот думаю, понаблюдаю и может даже снова придется ехать к врачу. Мальчики такие мальчики. Игнат, конечно, очень энергичный ребенок. И я думаю, что это не первая, не последняя шишка. Мы с вами встретимся в следующем влоге. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.